Уважаемые коллеги, мы переходим к следующему виду лечения меланомы, принципиально отличающемуся от того, что мы говорили раньше, это иммунотерапия. Итак, если говорить о иммунотерапии, то взаимоотношение опухоли и иммунной системы это достаточно сложное, многокомпонентное, многоуровневое взаимоотношение. В течение длительного времени у нас бытует представление о трех этапах взаимодействия опухоли и иммунной системы. Этапе элиминации, когда иммунная система может уничтожить опухоли. Этапе равновесия, когда опухоли и иммунная система существуют вместе и друг друга перебороть в принципе не могут. И этапе ускользания опухоли от иммунного ответа, когда опухоль превалирует над иммунной системой, иногда используют иммунную систему для своего роста. И в принципе надо понимать, что основная задача иммунной системы это не столько борьба с какими-то там врагами, это именно регуляция взаимоотношений. И здесь результат зависит и от стадии, и от типа опухоли, и от иммунокомпетентности организма. И вот если раньше наши представления об иммунной системе именно были как системе защиты такой, у нас было в ней три компонента – Т-клеточное звено, Б-клеточное звено, неспецифическая резистентность, которая должна была нас защищать в первую очередь от внешних врагов, то на сегодняшний день представление об иммунной системе как о системе одной из ключевых систем регуляции организма не менее важной, чем нервная система, чем эндокринная система регуляции. Оно превалирует. Мы понимаем, что иммунная система может сделать много, и как регуляторная система не всегда может действовать заодно с организмом. Как представляется себе опухоль с точки зрения иммунной системы? Тут наблюдается некоторое единство и борьба противоречия одновременно. С одной стороны, опухоль представляется низкоиммуногенным объектом. Она происходит из своего организма, это, в общем, производная своих же органов и ткани, мало антигенов, которые различаются. Но, с другой стороны, в опухоли, как мы знаем, большое количество формируется неоантигенов. Если вспомнить исследование, которое везде сейчас цитируется Александрова, где оценивалось количество мутаций на 1 миллион пар оснований, то в меланоме – это опухоль с наибольшей мутационной нагрузкой. Там несколько тысяч мутаций на 1 миллион оснований. Но давайте вспомним, что в геноме не 1 миллион оснований, а несколько миллиардов оснований. Таким образом, это огромная масса неоантигенов. Более того, опухоль характеризуется более высокой изменчивостью, чем нормальные ткани. Эволюция клонов – это вообще нормальное свойство организма, но в опухоли эта эволюция характеризуется гораздо больше дивергенцией. Таким образом, это еще большее разнообразие, и, соответственно, иммунная система вроде как должна видеть это разнообразие. Второй дуализм – это то, что иммунная система, с одной стороны, да, иммунная система может уничтожить любую опухоль, это доказано. И давайте вспомнить трансплантационный иммунитет, где, в общем, отторжение органа возможно за один день. Орган – это большой объект. С другой стороны, иммунная система – это один из необходимых факторов для роста опухоли. Проводились эксперименты, когда мышам перевивали опухоль инородное или стимулировали образование опухоли, и при этом у тех мышей, у которых иммунная система не была подавлена опухоль, развивались, а там, где иммунная система была полностью уничтожена предварительным оплучением жестким, опухоли индуцированные не развивались. Таким образом, иммунная система может и растить опухоль до какой-то степени, и опухоль может управлять иммунной системой, она может отключать ее функции. Таким образом, в принципе, вся эта система взаимоотношений представляет собой баланс различных факторов, которые… зелененьким здесь отмечено то, что активирует противоопухолевый иммуноответ красным, что его подавляет. Мы видим, что тут большое значение имеет и работа иммунологического синапса, где работают и ось Т-клеточного рецептора, антигена вот эта вот, и ось костимулирующих различных сигналов, которые могут тормозить иммунный ответ, которые могут активировать иммунный ответ. Здесь работают клетки неспецифической резистенции, которые обеспечат антителозависимую клетчную цитостичность, неспецифическую защиту. Здесь работают и цитокины, причем цитокины могут быть и провоспалительными, и, с одной стороны, противовоспалительными, а, с другой стороны, одни и те же цитокины, например, тот же интерлекин-2, может стимулировать и активацию иммунной системы, и торможение иммунной системы. Но и в плане наших воздействий мы тоже обладаем двумя видами принципиальных воздействий, которые используются в клинической практике. Мы можем что-то активировать или что-то затормозить. Что мы можем активировать? Мы можем активировать презентацию антигена, использовать дендритные клетки как способ презентации, использовать различные вакцины. Мы можем заместить терапию, мы можем создать искусственные клетки. С другой стороны, мы можем использовать кучу ингибиторов, например, ингибиторы химокинов, ингибиторов работы иммунологического синапса, и этим активировать иммунную систему, то есть снять с нее подавление, отключить тормоза. Какой процесс мы собираемся менять, модулировать или активировать? Процесс многостадийный. У нас есть опухолевая клетка с большим количеством антигенов. Они могут попадать в окружающие ткани и могут быть захвачены дендритной клеткой. Но процессировать она может не все антигены, она может процессировать лишь те антигены, которые соответствуют ее молекулам главного комплекса гистосовместимости. Все мутации в других местах, которые не включены в рамки возможности обработки иммунной системы этого пациента конкретного, замечены, никогда не будут. В лимфатическом узле происходит взаимодействие дендритной клетки с незрелым Т-лимфоцитом. При этом во взаимодействии участвуют два главных компонента. Это различный коктейль цитокинов, который стимулирует образование соответствующего клона клеток, и сигналы в иммунологическом синапсе, которые, с одной стороны, выбирают клетку, у клетки должен быть Т-клеточный рецептор, соответствующий этому антигену, а с другой стороны, объясняют Т-клетке, что делать с этим антигеном, вырабатывает ли резистентность к этому антигену, активирует ли ответ на этот антиген. Все это объясняется цитокинами и костимулирующими сигналами в иммунологическом синапсе. И именно вот эта часть работы наиболее важна. Далее из незрелых Т-клеток происходят эффекторные клетки CD8-положительные, Т-лимфоциты, цитоксические клетки, клетки, продуцирующие антитела, и клетки, стимулирующие работу и организующие работу вот этих двух популяций клеток по одному или другому типу, дающие работать либо в большей степени одному звену, либо в большей степени другому звену. Эти же клетки способны продуцировать цитокины, которые активируют не специфические клетки, естественные киллеры. Все это может приводить к уничтожению опухоли. Однако параллельно развиваются саморегулирующиеся процессы. Во-первых, иммунная система сделана так, чтобы иммунный ответ не был бесконечным. Бесконечный иммунный ответ организм убивает. Поэтому одновременно начинают образовываться клетки, которые должны подавить иммунный ответ. То есть в идеале иммунный ответ должен отработать какое-то время, сделать свое дело и завершиться. С другой стороны, у нас есть банк клеток памяти. Это хорошо, что мы можем помнить антигенов, мы можем быстрее отвечать на антигенов. С другой стороны, этот банк не безлимитный, он конечный. Если места там нет, то сложно уже туда внести новую какую-то дополнительную информацию. Как работает принципиальный иммунологический синапс? Это, наверное, основное достижение последних десятилетий понимания значимости работы вот этого участка иммунной системы. Как он работает? Я уже говорил, что у нас на антигенопрезентирующей клетке есть молекула главного комплекса гистосовместимости, которая связана с антигеном, с частью антигена, который может быть представлен. У нас есть Т-клеточный рецептор, который соответствует этому антигену. И дальше то, что будет происходить с лимфоцитом после этого взаимодействия, зависит от стимулирующих молекул. Если у нас будет позитивный сигнал, который в данном примере передается через CD80 и CD28, у нас будет активация Т-клетки и будет развитие иммунного ответа. Параллельно будет появляться все больше Т-клеток, у которых экспрессирован антиген CTLA-4. И этот антиген обладает большей степенью с раствором к молекуле CD80. И вот такая комбинация автоматически останавливает иммунный ответ, потому что вызывает гибель Т-клетки. Оказалось, что это очень частое событие именно у пациентов со злокачественными опухолями. И воздействие на эту систему может приводить к значимым клиническим результатам. Водушевлившись успехами первых препаратов, направленных на этот механизм, а это был эпилиумаб, стали изучать этимологические синописы. Оказалось, что этих сигналов очень много. Посмотрите, здесь список только сигналов. Мы можем воздействовать на два сигнала. Вот этот вот, PD-1, PD-L1 и CTLA-4. Но посмотрите, на какое количество этих сигналов существует в принципе. Некоторые из них сейчас используются в качестве мишени для терапии. Эти препараты уже вошли в ранние фазы клинических исследований. И, в принципе, на некоторых конференциях уже озвучивают, что, возможно, для каких-то пациентов потребуется квадротерапия. То есть четыре препарата, воздействующие на этот эммунологический синапс. Сложность увеличивается еще тем, что эммунологические синапсы формируются при контакте иммунной клетки с любой клеткой организма, в том числе с опухолевой клеткой. И синапсы эти получаются немножко различны. Они отличаются от того синапса, который образовывается в лимфоузле. Вот этот синапс образовывается на периферии. Имеют значение другие работы и контакты с другими клетками. Таким образом, все это потенциальное мишень для лекарственного воздействия. И все это обеспечивает разнообразие воздействия препаратов, которые будут работать либо с одной осью сигнальной, либо с другой. Итак, с учетом того, что мы сейчас обладаем достаточно большим арсеналом средств воздействия, нам показалось, что наиболее удобно выделять их не по типу специфической или не специфической, активной или пассивной иммунотерапии. В принципе, все методы иммунотерапии в результате приводят к активации всей иммунной системы. Все они достаточно специфичны. Иммунотерапия может смело называться таргетной терапией, потому что каждый вид иммунотерапии имеет свое мишень. Это либо рецептор, либо специфический антиген. Но все это достаточно целенаправленно. С другой стороны, у нас есть какой-то участок, на который мы воздействуем в первую очередь, из которого запускается весь процесс. И вот такой преимущественный механизм действия отражен в этой классификации. Итак, у нас есть методы усиления презентации антигена. Это различные виды противопухолевых вакцин. У нас есть методы модуляции активности иммунологического синапса. О так называемых чекпоинт-ингибиторах, которые сюда входят, мы поговорим. На самом деле разрабатываются активаторы работы иммунологического синапса. Методы воздействия на кинетику иммунных процессов. То, в первую очередь, всем знакомы цитокины, которые уже используются давно, которые являются своего рода двигателями, не определяющими направлением, но определяющими скорость работы. Мы можем заместить функцию иммунной системы, используя адаптивную терапию. Она может быть либо клеточной, либо гуморальной. Гуморальная – это то большое количество антител противопухолевых, смешениями на опухолевых клетках, которые мы все знаем, и которые уже изучаются в течение последних лет 20. Клеточная иммунотерапия. Она как-то оставалась в тени, потому что этим занимались до недавних пор лишь некоторые энтузиасты, и не доходило дело до больших компаний. Сейчас дело дошло до больших компаний, про эту терапию стали говорить. Она действительно может быть достаточно эффективной. И в большей степени она почему-то развивается в азиатском регионе. Методы устранения иммуносупрессирующих факторов. Это могут быть различные методы лекарственного воздействия и физического воздействия. Например, такие, как методы сорбция. Методы воздействия на опухоль с последующей активацией индукции иммунного ответа – это большое количество методов физических, химических, которые в своем компоненте имеют существенную роль. В их действиях существенную роль отводится иммунная система. В первую очередь это внутриопухолевая терапия. Но также к этой группе могут быть отнесены массы методов, такие как химиотерапия, таргетная терапия, которые сами по себе помогают иммунной системе работать и не являются антагонистами иммунной системы. Когда мы можем применять иммунотерапию, в частности, для лечения меланома? Надо сказать, что иммунотерапия имеет одну особенность. Она зависит от массы опухоли в гораздо большей степени, чем химиотерапия и таргетная терапия. Должна быть достаточная масса иммунной системы, чтобы иммунный ответ реализовался. Поэтому потенциально, конечно, риск развития меланомы первой стадии – это, наверное, возможно, были бы оптимальные места для использования иммунотерапии. Но на сегодняшний день мы не имеем таких методов, которые работают здесь. Эти методы изучаются. Возможно, это будут вакцины, потому что они достаточно хорошо переносятся и могут назначаться большому количеству людей. Начиная со второй B стадии, на всей третьей стадии у нас есть и дивантная терапия. Здесь хорошие результаты достигнуты именно с препаратами, с иммунотерапевтическим механизмом действия. Интерферон Альфа доказал, в принципе, свою эффективность. Есть хоть и небольшое влияние на общую выживаемость. Изучаются ингибиторы ЦТЛА4, вакцины, цитокины, виротерапии, брафингибиторы, которые тоже по своей сути в большинстве своем работают через иммунную систему. На четвертой стадии у нас есть большое количество способов терапии, имеющих иммунологические корни. И еще большее количество средств терапии изучается. Какими основными свойствами обладает иммунотерапия? Свойства, в принципе, характерны не только для иммунотерапии меланома, а для иммунотерапии вообще. Это универсальность, длительное время, которое необходимо для развития противоопухолевого эффекта, высокая длительность и устойчивость развившихся эффектов, иммунологическая память, аддитивный характер действия, и иммунотерапия характеризуется особым спектром иммуноопосредованных нежелательных явлений. Что касается универсальности действия, посмотрите пример ингибиторов, модуляторов иммунологического синапса. У нас есть 5 препаратов на сегодняшний день, которые зарегистрированы в мире, из них один зарегистрирован в России. Но посмотрите, какой список заболеваний. Этот список не ограничен, это почти любые заболевания. Доказанная эффективность при меланоме кожи, раке легкого почвенно-клеечном раке, уротелиальном раке, лимфоприорферативных заболеваний. Причем эти эффекты высокие, они воспроизводимые эффекты. Вакцинотерапия. Огромный вал исследований идет по вакцинотерапии. Какие-то из них более успешны, какие-то менее успешны. Уже существует 2, может быть, уже на сегодняшний день и 3 поколения вакцин, которые изучаются, которые тоже обладают высокой значимостью. Посмотрите, опять-таки, спектр. Это практически любые заболевания. Длительное время, которое необходимо для развития противоопухолевого эффекта. Эпилюмап впервые поставил перед нами задачу необычного действия, отсрочного действия. Посмотрите, мы привыкли на химиотерапии видеть эффект либо сразу, либо чуть погодя. Мы не считаем эффектом для химиотерапии ситуации, когда опухоль увеличивается больше, чем на 100%. А для иммунотерапии возможно в дальнейшем развитие частичного регресса. Вот пример австрийского пациента, у которого на 72 недели через полтора года только развился хороший полный эффект. Потом было прогрессирование, опять была эффективная иммунотерапия. Другой аспект – это возникновение нового очага для иммунотерапии. Часто это не возникновение очага, а это просто он становится определяемым, визуализируемым благодаря тому, что возникает воспаление, отёк, некоторое увеличение размеров очага, изменяется контрастность очага, изменяется плотность очага. Мы начинаем его либо пальпировать, либо визуализировать какими-то радиологическими средствами. Таким образом, не всегда новый очаг – это плохо для иммунотерапии. Это не является абсолютным признаком прогрессирования процесса. Другой аспект – отсроченная эффективность. Посмотрите, прогрессирование неволюма, прогрессирование и выживаемость у пациентов, которые получали лечение после прогрессирования процесса. Те, которые получают лечение, живут дольше. Очень большая прибавка к общей выживаемости. – Какие следствия длительного эффекта развития иммунотерапии? Первое – это то, что может быть на иммунотерапии период ухудшения симптомов заболевания. Надо быть 100% уверенным в неэффективности лечения. Больные с агрессивными текущими заболеваниями могут не успеть получить эффект и пользу иммунотерапии. Поэтому не надо включать этих пациентов, у которых молниеносное течение заболевания, для лечения иммунотерапевтическими подходами. Какими бы то ни было, это не средства немедленной помощи. Это средства отсроченной и длительной помощи. Другие моменты. Высокая опухолевая нагрузка, быстрый рост, высокая активность опухоли, суррогатным маркером которой может быть уровень ЛДГ, уровень Т67, в том числе. Плохое общее состояние больных – это все факторы прогноза низкой эффективности иммунотерапии. Для того, чтобы иммунотерапия работала, нужна сильная иммунная система, которая успеет обогнать опухоль. Если эти факторы не сойдутся вместе, вероятность эффекта от иммунотерапии минимальна. Высокая длительность и устойчивость развития эффектов. Одним из первых средств, которые до сих пор не уходят ни с каких рекомендаций, было лечение высокими дозами ДРКН-2. Посмотрите, это время в годах, до 22 лет, и опять-таки 10% пациентов, по сути, могут считаться излеченными одессиминированными меланомами, уже при интерлекине-2. Более нагрядно видно здесь для пациентов, у которых достигнут полного и частичного регресса. Посмотрите, те, кто пережили 3 года, те живут долго и без прогрессирования. Время наблюдения больше 20 лет. Безусловно, похожие ситуации мы видим и на новых препаратах. Просто процент пациентов гораздо выше. Посмотрите, эта плата выходит на при неволюмабе около 70%, при перимбролизумабе тоже где-то так. На эпилеумабе эта плата ниже, но это 20% пациентов, которые переживают 3-летний рубеж и которые до 10 лет не прогрессируют. Иммунологическая память. Для иммунотерапии имеет значение, в каком месте, в какой последовательности лечения она применяется. Здесь результаты некоторых исследований, нашего исследования по эпилеумабу, где эффективность, выживаемость пациентов, получавших эпилеумаб в третьей, четвертой линии иммунотерапии, была гораздо выше, чем пациентов, получавших эпилеумаб ранее. Исследование КИНОТ-006, где тоже во второй линии не столь очевидное преимущество было пембролизумаб по сравнению с эпилеумабом. Исследование ЧЕКМЕЙТ-64, где оказалось, что применение эпилеумаба до неволюмаба обладает худшими показателями по общей выживаемости, чем обратная ситуация. Вот частота объективных ответов, видите, что если эпилеумаб используется в начале, частота объективных ответов существенно ниже. Таким образом, последовательное применение методов иммунотерапии, оно может иметь значение, может иметь серьезное значение, и не только для иммунотерапии, но и для последующего другого вида лечения. Посмотрите, это исследование НЭМА. Здесь пациенты с мутацией в гене НРАС получали таргетную терапию мекингибиторами. Что оказалось? Что эффект лечения достигнут только у тех пациентов, которые получали адевантную иммунотерапию до этого. Посмотрите, здесь статистически значимое увеличение продолжительности жизни пациентов. Это последующий эффект от иммунотерапии, которая, казалось бы, прекратила свой эффект. Адитивный характер действия. Ну, различные методы иммунотерапии, особенно с разными механизмами действия, хорошо сочетаются между собой. Посмотрите, это комбинация последних препаратов, веневолюмаб плюс эпилюмаб, значительная прибавка в продолжительности жизни пациентов и в эффективности. Но не только это. Интерферон с CTLA-4 ингибитором, 3-миллимумабом, он зарегистрирован сейчас в мире для лечения мезотелиома плевры и рака легкого. Но посмотрите, какой хороший эффект на меланоме. Брав-ингибиторы, я показывал уже эту картинку, они стимулируют инфильтрацию лимфоцитами опухоли. И именно эта инфильтрация необходима для того, чтобы работали ингибиторы PD-1 в частности. С эпилюмабом брав-ингибиторы, в частности виморфениб, использоваться, скорее всего, не будет из-за высокой токсичности. Но другие препараты изучаются, эти комбинации многообещающие. Химия иммунотерапии. То, что вчера рассказывала Анна Игоревна, я хотел показать кривую. Такая кривая, в принципе, характерна для всей химии иммунотерапии. Значительное улучшение времени до прогрессирования, отсутствие влияния на общую выживаемость. Но, тем не менее, это дополнительный эффект. Возможно, что-то происходит не так с длительностью эффекта. Сложно сказать, почему не работает именно химия иммунотерапия. Но надо отметить, что химия иммунотерапия – это ситуация, где иммунотерапия применяется недлительно, только вместе с циклами лечения. В данном случае это было 6 циклов терапии. Иммуноопосредственное нежелательное явление. Ну, эти картинки уже вы видели, уже вы увидите. Это сыпь при эпилюмабе. Похожая ситуация развивается при тремилюмабе. Но и при других иммунотерапевтических препаратах, в общем, сыпь – это не что-то необычное. Это сыпь на эндрофероне, которая развелась через год от начала лечения. Таким образом, в принципе, к иммуноопосредственным нежелательным лечениям, те, особенно, кто занимается лечением меланомы и занимается использованием цитокином, мы все привыкли. Они все опосредованы иммунной системой. Это проблема выброса цитокина в каком-то виде. Это проблема активации иммунной системы и влияние ее на кожу, на желудочно-кишечный тракт и на легкие. Самые уязвимые участки. Если мы посмотрим степень, алгоритм развития симптомов, то, в принципе, что при интерфероне, что при эпилюмабе мы увидим одинаковую скорость развития. Гироподобные синдромы, слабость, депрессия, гепатриотичность, анемия, отсроченное развитие нежелательных явлений. То же самое при эпилюмабе. Отсроченное развитие сыпи, нарушение функции ЖКТ, эндокринопатии. В принципе, принципиально очень схожая ситуация. Таким образом, если подводить итоги, то иммунотерапия в настоящее время в онкологии – это метод раздействия на опухоль через использование иммунологических механизмов. Работа иммунной системы обязательна для иммунотерапии. Это метод обеспечения длительного контроля на заболевании, потенциальный метод излечения от злокачественной опухоли. И этот метод, он требует от врача учета работы особенностей иммунной системы для обеспечения максимальной эффективности и безопасности этого метода для пациента. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Алексей Витальевич. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, коллеги, вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ Это такая вводная, важная для всего этого. Наверное, в процессе… Вот сейчас будут следующие сообщения, причем Алексей Витальевича следующая. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, его же сообщения. Поэтому скажем спасибо за первое сообщение. Предоставляем слово. Не уходите. Пожалуйста, вам слово для второго сообщения. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ На втором сообщении мы хотели бы рассказать про наш опыт применения Пилиумаба. У нас он был в рамках программы расширенного доступа. Вы знаете, что программа расширенного доступа – это что-то среднее между клиническими исследованиями и реальной клинической практики. Критерии включения там, конечно, есть, но они менее жесткие, чем в клинических исследованиях. В принципе, мы получаем вот такой более реальный, более практический опыт в этих программах. Мы участвовали в ней с июля 2012 года. Вот сейчас некоторые пациенты только завершают еще лечение последнее, кто был включен в эту программу. Включались пациенты с меланомой, которые получили одну или более линии терапии. Допускались стабильные метастазы в головном мозге. И под стабильностью принималось отсутствие их прогрессирования или локальный контроль с помощью лучевой терапии. И отсутствие активных аутоиммунных заболеваний. Мы включили всего, пролечили 100 больных. Ну вот здесь показано, сколько пациентов получили, какое количество циклов терапии. Вы видите, у нас были люди, кто получал один, два, три цикла. Но в основном пациентам удавалось достигать четырех циклов лечения. Цикл идет раз в 21 день. То есть всего это 12 недель лечения до первой оценки эффективности терапии. Средний возраст составил 52 года. Но вот посмотрите по поводу линии лечения. У нас были пациентки, ограниченное количество пациентов, которые получали лечение в качестве первой линии. Потому что они уже получили химиотерапию в дивантном режиме. Так ни странно. Большинство пациентов получали во второй, в третьей линии. Но и были люди, которые получили до этого более пяти линий различного лекарственного лечения. Это была и химиотерапия, и иммунотерапия и другие варианты лечения. Распространенность процесса. У нас было очень много пациентов неблагоприятной группы. Вот это вот самые, пожалуй, неблагоприятные очаги. Это метастазы в костях. Считается, что иммунотерапия не очень хорошо работает у пациентов с меланомой, у которых есть метастазы в костях. Но это, если данные были получены при применении цитокинов, интерлекина-2, интерферона-альфа в первую очередь. Как известно, плохой прогноз это пациента с метастазами в головном мозге. Метастазы в печени тоже не отличаются хорошим прогнозом. То есть, если говорить по стадиям, то 62% это стадия М1-ц, наиболее неблагоприятная. И единичные больные неоперябленные третьи-ц стадии. Всего в среднем пациенты получали 3,3 циклотерапии. И у пяти больных мы смогли провести реиндукцию. То есть, когда мы достигали стабилизации или частичного регресса после лечения, потом пациенты прогрессировали, мы проводили им лечение повторно, еще проводя 4 циклотерапии. С какими нежелательными явлениями мы встретились? Сыпи, калиты, гипофизиты, гепатиты. Ну, сыпь наиболее частая. Этот слайд я уже показывал. Сыпи третьей степени у нас были, но достаточно хорошо контролировались использованием глюкокротикоидов в соответствии с алгоритмом, который приводится при эпилеумабе. Наиболее серьезными осложнениями, которые мы столкнулись, это были калиты. У нас было двух пациентов, после того, как мы пролечили почти уже 90 человек, мы встретились подряд по закону парных случаев с двумя случаями калита. Здесь мы показываем, здесь у пациентки язвенный терминальный илиит. То есть, это тощая кишка с язвами домышечного слоя. У пациентки были неэффективны глюкокротикоиды, мы вынуждены были применять у этой пациентки инфлексимаб. И нам удалось разрешить всю эту ситуацию. В принципе, пациентка была выписана с полным заживлением. Естественно, у нее лечение эпилеумабом было прекращено. К сожалению, эффекта эпилеумаба у нее не оказал. Таким образом, надо помнить, что если мы берем пациентов, у которых низкая вероятность эффекта терапии, мы все-таки можем вызвать у них серьезные достаточно осложнения, которые помешают дальнейшему лечению адекватному пациенту. Поэтому подбор пациентов должен быть очень внимательным. Повышение трансиминаза абсолютно бессимптомные, но абсолютно пугающие цифры. Пациентка просто пришла к нам на очередное введение. Мы увидели в биохимическом анализе крови такие цифры. Таким образом, мониторинг биохимических показателей, он обязательный. Потому что это требует быстрого начала глюкокротикоидов, внимательного отношения. Как правило, это все при своевременном обращении и своевременном начале лечения лишается достаточно простыми средствами. Мы, в принципе, за короткий промежуток времени смогли снизить цифры почти до нормального уровня. Гипофизит – редкое осложнение, но, тем не менее, заслуживающее внимания. Поражение гипофиза и вообще эндокринопатии характерны, являются поздними осложнениями пилиумаба. Вот этого пациента у нас гипофизит возник после реиндукции, через 3 месяца после окончания лечения. Он проявлялся выраженной слабостью, электролитными нарушениями, повышениями уровня ДТГ, снижением уровня гормонов щитовидной железы и вторичной надпочечниковой недостаточностью. Про это надо помнить. Слабость и все такие нарушения могут быть не только признаком прогрессирования процесса, они могут быть признаками иммуно-опосредственных нежелательных явлений. И эти нежелательные явления надо исключать, потому что они лечатся по-другому. Здесь лечение глюкокортикоидами заместительная гормональная терапия полностью решила вопрос. При этом у пациента был частичный регресс заболевания. Эффективность терапии. У нас, мы видели, у 3% пациентов полный регресс, у 9% частичный регресс. Все эти эффекты были достаточно длительными. Были стабилизации процесса, которые тоже характеризовались достаточно длительностью. Но у нас не было такой уж разницы по приоценке по системе ИРСИ. Однако следует помнить, что все-таки необходимо учитывать именно системы оценки противоопухолевого эффекта, адаптированную для иммунотерапии. Потому что система РИЦИС предназначена в первую очередь для химиотерапии, в меньшей степени для таргетной терапии. И почти не улавливает некоторые тонкости применения иммунотерапии. Если сравнивать с данными регистрационного исследования, то в принципе у нас наблюдалась почти та же картина. Немножко может быть больше частота объективных эффектов. Но что следует сказать, что чем больше вы лечите, тем меньше у вас риск серьезных нежелательных явлений, тем выше у вас вероятность эффекта, потому что вы получаете опыт отбора больных. Вот примеры псевдопрогрессирования на эпилеумабе. Пациентка начала терапию в марте 2013-го, метастазов легких не было. Была стабилизация процесса, в июне она пришла на контрольное обследование. Мы выявили вот такой маленький очаг. Формально он расценен как метастаз, ее можно было бы начать лечить другим способом. Но мы помним, что мы получали иммунотерапию, мы не стали ничего делать. В октябре этот очаг прогрессировал самостоятельно. Таким образом, такие псевдопрогрессирования могут быть на иммунотерапии. Пациентка при этом себя хорошо чувствовала. Сложный вопрос – это истинное прогрессирование или псевдопрогрессирование. Считается, что отсутствие появления новых симптомов, хорошее состояние пациента – это повод заподозрить такое псевдопрогрессирование при иммунотерапии. Поэтому здесь надо подходить индивидуально, но про это помнить и подтверждать прогрессирование процесса через какое-то время. Выживаемость пациентов. У нас медиана времени до прогрессирования составила, как и вы следили, 3,4 месяца. Общая выживаемость – 13,4 месяца. Таким образом, в клинической практике кривые выживаемости обладают абсолютно такой же формы. У нас также есть длительная плата. Вот пример длительного частичного регресса. Пациент до лечения имел множественные метастазы в печени. Ну вот, картинки после 4 месяцев терапии, через 3,5 года он до сих пор не прогрессирует. Пациент, просто он уже переведен на более длительный интервал наблюдения в виде очевидного эффекта, который развился достаточно отсрочно. В зависимости от уровня ЛДГ. У нас точно так же пациенты с нормальным уровнем ЛДГ обладали гораздо лучшей выживаемостью. Еще раз, ЛДГ – это прогностический признак, а не признак отбора пациентов на лечение. Однако при прочих равных факторах надо учитывать вероятность эффекта пациента. Если у пациента высокая опухолевая масса и высокая ЛДГ и с быстрой скоростью роста, наверное, он не оптимальный кандидат для терапии пилимомапом. Наличие ответа на лечение. Любой клинический ответ, в принципе, улучшает выживаемость пациентов. Но это понятно. И здесь мы можем ориентироваться на этот суррогатный маркер. Общее состояние по шкале ЭКОК. Да, действительно, чем лучшее состояние, мы знаем, что это тоже универсальный прогностический маркер. И, безусловно, надо брать пациента в хорошем общем состоянии. Даже ЭКОК-2 – не лучший вариант для использования иммунотерапии, в частности, пилимомапом. А вот развитие иммунопосредственных нежелательных явлений, его влияние на общую выживаемость спорное. Как минимум, прекращение лечения из-за иммунопосредственных нежелательных явлений не ухудшает выживаемость пациентов. То есть это безопасно. Возможно, те пациенты, у которых были значимые нежелательные явления, имеют несколько лучшие показатели выживаемости. Однако это требует верификации. Ну и мы пытались объединить наши данные с данными РОНС. У нас получилось однозначно выше риск прогрессирования практически в 30 раз у больных с высоким уровнем ЛДГ. И где-то в 3-4 десятых раза выше риск прогрессирования в том случае, если у пациентов была стадия М1С. Ну и еще раз картинка. Да, что последовательность лечения имеет значение. Предшествующая иммунотерапия может увеличить эффективность терапии пилимумабом. Это получилось как у нас в исследовании, так и в исследовании Checkmate. Те же самые картинки, которые я уже показывал. Что касается влияния на иммунную систему. Мы сейчас начали детальный анализ вот этих вот показателей. Что показал первый этап анализа? Первый этап анализа показал, что, в общем, значительные изменения развиваются преимущественно в Т-клеточном звене. И значительная доля изменений выпадает именно, происходит после проведения двух циклов лечения. Таким образом, два введения пилимумаба – это та вот какая-то планка, которая реально запускает весь механизм. И международные исследования показывают, что именно пациенты, которые получили два и больше введения, они имеют лучший прогноз, чем пациенты, которые не получили этого количества введения. Вот мы видим рост уровня Т-лимфоцитов, изменение иммунорегуляторного индекса, изменение активированных Т-клеток в большом числе случаев, растут количество токсических Т-лимфоцитов от первого к четвертому введению, но при этом снижаются Т-регуляторные клетки, и в большей степени, наверное, благодаря этому реализуется эффект терапии. Но также видно значительное влияние на естественный киллер, то есть на неспецифические звенья терапии. Опять-таки, влияние на относительное содержание клеток, которые несут на себя маркер ЦТЛА4, мы видим тенденцию к снижению в четвертому введению. Таким образом, пилимумаб оказывает влияние на иммунную систему, но иммунологические параметры требуют изучения для понимания того, как мы их можем использовать для прогнозирования или для введения этих пациентов. Скорее всего, такие факторы будут найдены, но они лежат в большей степени не в анализе непосредственно какого-то одного показателя, а в комплексной оценке состояния иммунной системы. Подводя итог заключения, хотел бы сказать, что действие пилимумаба действительно в реальной клинической практике ничем не уступает результатам клинических исследований. Правильное использование по показаниям приведет действительно к хорошему результату. Эффект реализуется благодаря разнообразному и комплексному воздействию, преимущественно на Т-клеточное звено иммунной системы. И, конечно, нам нужны новые маркеры клинические, лабораторные для анализа эффективности лечения, но, вероятно, такой подход, с одной стороны, поиск маркеров, с другой стороны, накопление опыта, оно в дальнейшем позволит выделить ту группу больных, которые получают наибольший эффект от терапии, соответственно, увеличить все показатели эффективности лечения. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Альбович. Вы, как всегда, на высоте. Пожалуйста, вопросы коллеги. Да, пожалуйста, Михаил Ильич. Я тоже присоединяюсь к этой восторженной оценке Вашего выступления. Я хотел бы задать вопрос чисто практический. Часто доза препарата, это касается и монотерапии, и таргетной терапии, обусловлено не токсическими эффектами, а экономическими возможностями пациента или клиники, в которой он проходит лечение. Скажите, пожалуйста, насколько критично снижение дозы или уменьшение количества курсов такой специфической терапии при у больных меланомы? Может быть, какие-то критерии назовёте, при которых вообще лучше не назначать, если нет возможности? Или когда, в общем, снижение дозы приемлемо? Значит, относительно дозы. Снижение дозы именно иммунотерапии непосредственно на каждом введении не предусматривается вообще. То есть, либо мы вводим 3 мг на килограмм эпилемумаба, как он зарегистрирован, либо мы его не вводим вообще. Что касается количества курсов, были данные, анализы различных исследований, в том числе регистрационных, которые показали, что пациенты, получившие 2 или 1 введение терапии, они живут меньше, чем пациенты по любым причинам, неважно, осложнение, перерыв в лечении какой-то. Они живут хуже, чем пациенты, получившие 3 или 4 введения терапии. Таким образом... Никто не получал, они живут хуже или больше? Затрудняюсь сказать. Но, тем не менее, максимальный эффект достигается именно при проведении как минимум 3 циклов терапии. В принципе, у нас основные причины незавершения лечения были нежелательные явления после первого или второго цикла лечения. Что касается уменьшения количества доз, вопрос, конечно, сложный. Вероятно, вот тут как раз и потребуются те маркеры, которых мы сейчас изучаем, потому что, по большому счету, мы либо можем достаточно быстро выйти на какое-то стабильное состояние, либо нам потребуется больше времени. У нас преимущественная примама в том, что у нас есть конечная длительность лечения, у нас есть 4 введения препарата. В принципе, мы можем пациенту объяснить, потому что пациенты всегда спрашивают, а насколько надо это лечение. Но здесь мы можем внятно ответить на этот вопрос, что здесь надо провести 4 введения. Если у нас есть возможность провести 4 введения, мы их планируем. Да, может быть, по каким-то причинам мы что-то не введем. Но, тем не менее, это какая-то конечная цель, которую можно объяснить. Потому что, например, при других препаратах, например, пембролизумаб, ниволюмаб, на таргетной терапии, на этот вопрос мы никак не можем ответить. Мы можем только сказать, что мы вам назначим лечение, через 2-3 месяца мы проведем оценку эффекта, а там посмотрим. Другого ответа быть не может. Здесь мы можем точно сказать, что мы проведем 4 цикла, мы оценим эффект, в дальнейшем вы будете либо наблюдаться, либо вам поменяют терапию, если нет эффекта. Поэтому в этом плане насколько можно укоротить или насколько нужно удлинить это лечение, неизвестно. Вот в адеватной терапии попытались и дозу увеличить, и продолжительность увеличить, но кроме как токсичности, пока видимого эффекта от этого какого-то нет. Поэтому тут доказательной базы под этим нет, но, скорее всего, 3 введения – это тот минимум, который должен быть. А что с брафмекинг-ингибиторами? С брафмекинг-ингибиторами по продолжительности терапии есть разное мнение. Причем они диаметрально противоположные. У одних пациентов, особенно на монотерапии брафмекинг-ингибиторами, были описаны случаи, и у нас эти случаи были, и в Германии эти случаи были, когда пациенты по каким-то причинам начинали получать терапию. Либо потом из-за выраженной токсичности. Они прерывали лечение через месяц, через два, при этом уже достигнув частичного регресса. И отказывались получать лечение дальше, просто потому что была очень выраженная токсичность, и они боялись. И при этом они не прогрессировали длительное время. Ну вот немецкий случай я слышал на конференции в Гамбурге, там около года не было прогрессирования. У нас был случай, когда пациентка через 4 месяца приема веоморфениба закончила прием, потому что не было денег. Полтора года частичный регресс сохранялся, потом было прогрессирование заболевания, и потом мы возобновили прием веоморфениба, опять достигли частичного регресса. То, что касается биологической подоплеки под этим, есть данные экспериментальных исследований, что перерывистая терапия, она может быть даже более эффективна, чем постоянная терапия, однако зарегистрированы препараты именно в виде постоянной терапии, и таких исследований пока не велось. Ходит мысль о том, что когда-то все-таки, может быть, эту терапию надо прекращать, но есть и обратные ситуации, когда пациенту назначают терапию, он получает хороший эффект, но из-за токсичности приходится снижать дозу препарата, и мы теряем эффект. Возвращаем дозу, возобновляется эффект. Что касается в большей степени даброфениба, то тут есть небольшие особенности. Вемрофениб назначается максимально переносимая доза, выше уже поднимать нельзя. На даброфенибе ситуация другая, там немаксимально переносимая доза рекомендована, и, в принципе, иногда повышение дозы выше этой дозы приводит к возобновлению этого эффекта. Таким образом, здесь вопрос до сих пор не решен, но требует серьезных проработок, и, вероятно, исследования, включающих фармакокинетические особенности препарата. Потому что при вемрофенибе, например, известно, что концентрация в крови у пациентов варьирует в 30 раз. То есть у кого-то достаточно одной таблетки, а у кого-то и четырех мало. Поэтому это вопрос для размышления. Но, тем не менее, какие-то индивидуализации лечебных алгоритмов, аккуратная, скажем так, она может быть, по крайней мере, рассмотрена в том случае, если возможностей нет. Поэтому, с моей точки зрения, лучше обеспечить более длительный, более правильный прием одного препарата, чем короткий прием двух с последующим перерывом. Я еще хочу добавить по поводу индивидуализации лечения все-таки таргетными препаратами. У нас с Алексеем Викторовичем есть пациентка, у которой продолжается эффект на двух таблетках вемрофениба. В течение уже более полугода у нее эффект, вот именно на такой низкой дозе. Из-за токсичности мы все время снижали дозу. И чисто индивидуально пришли к такому алгоритму. Потому что, в принципе, ведь эти препараты совсем недавно, а они в Российской Федерации с 2013 года. У нас опыт вообще в Российской Федерации не такой большой, три года. Я думаю, что мы будем получать все новые и новые данные. А если говорить о дозах, ведь доза всегда фиксирована. 960 мг два раза в день на перерыве вруфениба. Для каждого пациента, для маленького, для большого. И в процессе лечения все равно проходит индивидуальный подбор дозы. Посмотрим, какие мы будем данные еще иметь. Но то, что у пациентов держится эффект, даже на небольших дозах, и выраженный эффект, это, конечно, здорово. – Валерий Михайлович, пожалуйста. – Алексей Викторович, пожалуйста, остановитесь. Еще раз, видимо, на двух моментах. Во-первых, псевдопрогрессирование. Что под этим надо понимать? Это первый вопрос. И второй, вот когда Вы говорите об иммунологических маркерах, но Вы, понимаю я, что это изучение начато и продолжается, но, в принципе, если бы мы мало что знали в этом отношении, то что бы мы считали хорошим и плохим? Ну, вот, например, я понимаю, что там может быть два момента. Один момент – какая была, условно говоря, иммунология до начала лечения, и какой она стала в результате лечения. Но все-таки этих показателей очень много. Когда я вижу, вот Ирина Александровна делает анализы, у нее бывает набор 9, 15, 22 параметра и так далее. Но всегда есть, может быть, 4-5, на которые надо ориентироваться. Вот так, для нашей общей ориентации что-нибудь можно сказать? – Лев Михайлович, я последовательно тогда начну рассказывать про вопросы. Во-первых, псевдопрогрессирование. Под этим подразумевается ситуация, когда временно либо появляется новый очаг, либо увеличивается больше 25% размера очагов и опухолевой нагрузки у пациента. Но это не приводит к ухудшению клинической симптоматики, к ухудшению самочувствия и появлению новых симптомов, и в дальнейшем развивается иммунный ответ. Вот эта ситуация называется псевдопрогрессированием, и по данным больших международных исследований, эта ситуация наблюдается примерно у 10% пациентов, и их продолжительность жизни ближе к пациентам со стабилизацией заболевания, чем к пациентам с прогрессированием. – То есть этот очаг новый, он появляется в ходе вот этой… – Да, в ходе лечения. Для химиотерапии это критерий, однозначный признак прогрессирования процесса, требующий отмены терапии и изменения режима. – А здесь трактовка может быть другой. – Здесь надо подтверждать, как минимум через месяц от выявления очага при условии хорошего состояния надо подтверждать, и если дальнейших признаков прогрессирования нет, нет необходимости начинать другое лечение. Эффект может держаться. У нас вот эта пациентка, которую я показываю, третий год она ходит без очагов уже. Она не получает никакой противоопухолевой терапии. – Понятно. – А по второму вопросу? – Что касается иммунологических показателей, нам сейчас, ну вот, по предварительным результатам, нам сложно выявить просто при рутинном подходе, где мы ставим какие-то цифры, показатели до и после, сложно выявить различия между пациентами, у которых будет клиническая польза и не будет клинической пользы. Скорее всего, эти различия будут в каких-то взаимоотношениях между клетками, потому что различия есть, но требуют верификации, требуют подтверждения. Из иммунологических параметров можно отметить только общие такие моменты. В частности, вот, общее содержание лимфоцитов, ну, это известно уже лет 30, что это неблагоприятный прогностический фактор, так же, как и соотношение лимфоцитов-нитрофилов в пользу, скорее, выраженный нитрофильный ликоцитоз. Это является неблагоприятным прогностическим фактором, как в целом по течению заболевания, так и для проведения терапии модуляторами иммунологического синапса. Так вот, последние данные зарубежных коллег, которые они показывают, что раза в 2 или в 3 хуже выживаемость пациентов, у которых относительно содержания лимфоцитов менее 17,5%. То есть там лимфоцитопения в первом случае? Да. А тут нейтрофилы увеличивают? Ну, это как раз и изменяет отношения. Тоже был проведен метаанализ нескольких исследований, где оказалось, что это достаточно важный прогностический, предиктивный фактор не только при иммунотерапии, но и в целом. Сказать, что какая-то отдельная популяция клеток должна измеряться, пока преждевременно, потому что, да, есть большие изменения, но их суть надо еще оценить, и их надо валидировать, потому что это первый анализ. Мы взяли для него только одну подгруппу пациентов, вторая подгруппа будет, ну, как бы предполагается, что будет контрольной. Я думаю, что после появления данных, реализующихся в какой-то практический алгоритм, мы сможем тогда вот это рекомендовать. Пока изучать это стоит, а вот применять на практике пока нет необходимости применять на практике, потому что пока это довольно-таки сложная материя, которую сложно и применить, и объяснить. Спасибо. Я хочу добавить, что, конечно, тот опыт, который мы получили с применением эпилюмумаба, как вы видели, 100 пациентов мы пролечили в нашем центре и изучили иммунный статус, то есть мы не то, что изучили, мы еще продолжаем изучать то, что делает Ирина Александровна, и, может быть, мы действительно сделаем какие-то новые открытия, выводы, я думаю, что здесь выводы, которые нам помогут оценить тот или иной эффект. Но, во всяком случае, опыт, конечно, приобретенный достаточно большой, и, помятуя о том, что в мае этого года препараты применим зарегистрированы Российской Федерацией, мы очень надеемся, что доктора из других городов тоже будут иметь определенный опыт, и мы с удовольствием рады поделиться тем опытом, который мы имеем, потому что вопросы наверняка доктора будут, и, пожалуйста, обращайтесь, звоните, пишите, и я думаю, что мы с вами всегда готовы будем встретиться и обсудить эти моменты. Арина Александровна, думаю, что нам еще не один раз будет рассказывать о том, какие же все-таки находки мы находим при изучении иммунного статуса, потому что это действительно будут какие-то совершенно новые выводы, абсолютно уверена.